Есть поговорка, что нет неразрешимых ситуаций, есть неприятные решения. Мы дозрели до неприятных решений, потому что поняли, что никаких более приятных нет. Вполне понятно, что многие, кого ещё не припёрло, будут искать более приятные решения, не делая неприятные решения в тех ситуациях, в которых они находятся. Поэтому, да, многие надеялись, что есть какое-то окно возможностей, бесконфронтации, балансирования или так называемая стратегия малых рыб, от всех откусывать что-то, везде быстренько плавать, что вот это всё работает. Да, действительно, для тех, кто придерживался таких моделей, стало сложнее. Но это, опять же, это же не вопрос того, что ситуация неразрешима. Это вопрос, что вам нужно принимать менее приятные решения, чем вы хотели. Но это как в том анекдоте, что нам искать часы там, где мы их потеряли, или там, где светлее. Вот пока мы ориентируемся на то, что мы не хотим принимать неприятность тех решений, в которых нам возникает жизнь, мы ищем часы там, где светлее, потому что нам так приятнее. Потом, когда становится резко необходимо, мы начинаем искать там, где потеряли, хотя это может быть сложнее, неприятнее и так далее. Вот врачей считает, что мы перешли, в данном случае, мне кажется, всё это справедливо сказать, мы, и я так считаю, что мы перешли к тому, что, ну вот всё, придётся идти на неприятные решения, просто потому что они эффективны. Деваться некуда, они дают решения. Остальные будут до этого дозревать. Но я думаю, дозреют. Почему? И это вот непосредственно относится к вашему вопросу. Вот, с моей точки зрения, что происходило на всём посоветском пространстве в последние 30 лет. И здесь, на Кавказе тоже. Может быть, даже Армения – это вот самый хороший пример этого. Я уже это однажды говорил публично, и тогда вот меня Искандарян раскритиковал на Валдае за это высказывание. Так, сейчас новый раунд делаем. В целом, бегство от Советского Союза и от этой вот общей жизни, оно было в направлении интеграции в мировую систему. Упрощённо, скажем, в глобализацию. Все хотели вот из этого Российской империи, потом советского штуки убежать в мир, в глобализацию. А прибежали все в региональные расклады. Никто удачно никуда не глобализировался. Или глобализировались небольшие части наших обществ. Потому что объективно глобальной экономике от всех нас нужно, ну не знаю, можно спорить, сколько именно, 5-10% чего-то, что у нас есть. Наших лучших мозгов, наших наиболее востребованных на мировом рынке ресурсов и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в глобальной системе мы нужны только с тем, что является нашим не относительным, а абсолютным преимуществом. Наши лучшие таланты, наши лучшие товары и так далее, и так далее. И всё, что могло вот так интегрироваться в нашу систему, оно интегрировалось. Но в целом, вот это было безнадёжно. В целом, наши структуры пришли в региональные расклады. А как, значит, многие из постсоветских государств, наверное, к Армении это относится в значительной степени, как они вообще оказались вот в той Российской империи, а потом в Советской системе? Они там оказались как бегство от региональных раскладов, как уход от региональных раскладов. То есть, когда-то, если брать вот широкую историческую перспективу, от региональных раскладов ушли к России, потом от России пытались убежать в глобализацию, ну, условно, от Союза, скажем, да, пытались убежать в глобализацию последние 30 лет, прибежали опять в региональные расклады, ну, и неминуемо возникает думка, что с этим делать? Круг замкнулся? Или, так сказать, опять по новой идти, значит, на тот же круг? Потому что уже есть пример, куда в предыдущие исторические периоды убегали от региональных раскладов. Или есть какие-то другие варианты. Ну, вот, и, значит, выбираем. Там между комфортностью решений и то, что я уже сказал, нет неразрешимых ситуаций, есть неприятные решения. Мы, в принципе, тоже прибежали к региональным раскладам, с которыми мы веками имели дело. И мы не считаем, что это правильно. Мы хотим оставаться частью мировой системы. Мы не собираемся там стать, значит, такой мультирегиональной державой. Как бы вот где-то в Восточной Европе мы там региональные расклады имеем, на Кавказе, в Центральной Азии, на Дальнем Востоке. Нет. Россия вот обрела это самосознание себя как частью мирового процесса. Мы часть тех в мире, кто двигает в целом человечество вперед. И отказываться от этого мы не собираемся. Поэтому в каком-то узком смысле слова Россия, так же, как все остальные постсоветские государства, побежала от самой себя в мир, а прибежала тоже в региональные расклады. И мы тоже этим недовольны. И не дадим никому себя в этих региональных раскладах запереть и так далее. Как вы будете уходить от региональных раскладов? Вот я согласен с тем, что Тимофей говорил раньше. Я примерно то же самое говорил, что глобализация в прежнем виде закрывается. Глобализация в прежнем виде закрывается. Поэтому убежать опять от региональных раскладов в глобализацию не получится. Потому что нет уже такой глобализации, нет такой мировой системы. Как решать свою участь в региональных раскладах? Ну вот, видимо, это будет действительно, как говорил мой коллега, тяжелый какой-то период попыток решать это вооруженным путем, привлекать какие-то внешние державы для того, чтобы усилить свои позиции. Ну и потом все это приведет к какому-то решению. Я считаю, что, ну я не буду навязывать тут свою точку зрения. Мне кажется, что здесь нужно некоторое время, чтобы все те, кто, убегая от, значит, условно от Советского Союза России в мир, прибежав в регионы, мне кажется, понадобится какое-то время для того, чтобы все это осознали на постсоветском пространстве, решили, что с этими региональными раскладами делать. Мы знаем некоторые примеры в Центральной Азии, которые довольны тем, ну страны, которые довольны тем, что они оказались в региональных раскладах. И, например, в некоторых странах Центральной Азии, если вы посмотрите, какое было восприятие конца 80-х годов, с самого начала 90-х годов, Юг воспринимался как цивилизационный вызов, как вызов тому, кто они есть, уже современные общества, что там, ну Афганистан, да, что это вообще другой мир, и вступать с ним в какое-то тесное, ну, взаимодействовать, конечно, надо, но там об общем культурном пространстве с Афганистаном в начале 90-х годов говорили контрэлиты Центральной Азии, так называемые бородачи. А элиты осознавали, что не-не-не, вот эта граница, она цивилизационная. Вот мы часть современного мира, где там женщины ходят без хиджабов, где то, где сё, где люди, где другие социальные отношения, а там, там вот совершенно, там совершенно другое. Это не значит, что с ними не надо торговать или ещё что-то делать, но там другое. И мы видим, что сейчас в некоторых странах Центральной Азии вот это понимание цивилизационного разграничения, оно ушло. Они чувствуют себя комфортно в возвращении вот в эти региональные расклады. Совместится ли это с установкой на модернизацию в широком смысле слова в будущем? Ну, посмотрим. Или опять придётся выбирать между модернизацией в широком смысле слова и вот возвращением в эти региональные расклады. В общем, некоторые довольны возвращением в региональные расклады, а некоторые ощущают в связи с этим сложности и думают, как, значит, как быть. Я прошу прощения, это отвечает на ваш вопрос, потому что вы просите.